Приветствую вас. Давайте будем разбираться с тем, что вы написали. Значит, ситуация в ПЕЧТУВЕ. Будем браке 9 лет. Ждём ребёнка. Значит, ну, здесь, наверное, первое, о чем хочется спросить вас, это то, вот вы говорите, что ждёт ребёнка? Как было принято решение о том, чтобы его завести? Почему решение его завести было, ну, принято, условно говоря, только спустя, ну, примерно, ну пусть будет 8 лет. То есть, я не говорю, что вы обязаны заводить детей? Я этого не говорю. Мой вопрос, он звучит примерно так. Как вы пришли к этому? То есть, 8 лет вы жили без детей, а, соответственно, спустя 8 лет детей вы захотели. На мой взгляд, это, ну, несколько странно. То есть, может быть, у вас есть, конечно, некоторые объяснения, вот. Но, хотелось бы его это самое объяснение услышать, услышать, потому что это очень важный момент для, ну, для отношений ваших. Вот, значит, следующее. Вы говорите, что в браке, значит, 9 лет, срок достаточно большой, а, правда, неясно, опять же, что вас с мужем объединяют. То есть, вот, ну, конкретно, по факту, что вас объединяют с мужем. Почему вы решили быть вместе с ним? Что вас связывает, вот, с ним? То есть, на мой взгляд, вот это вот очень, а, важная такая деталь, вот, которую, ну, надо бы рассмотреть обязательно. Потому что она, эта деталь, она так же влияет на то, что сейчас с вами происходит. То есть, по факту, по факту, разрыв, вот, на таком этаже происходит, тогда, когда, к примеру, партнер, вот, ну, допустим, вырастает, то есть, партнер, например, двигается дальше, да, вот, а другой партнер остается. Ну, как бы, напрягиваясь позициями. Либо один из партнеров, может быть, два партнера, не знаю, один из партнеров перестает, скажем так, занимать, занимать роль, которая нужна другому. Если вы, например, перестали быть для своего мужчины, женщиной, вот, ну, всего ряда причин. Вот, я не обвиняю вас сейчас, я просто хочу, чтобы вы вот этот момент, да, чтобы вы его, как-то вот, уловили для себя. Потому что история важна. История очень важна. И, если это так, то есть, если, вот, если, если это так, то от этого уже нужно исходить. От этого уже нужно исходить. Далее, вы пишите, он переписывается с другой девушкой. А, соответственно, ему чего-то не хватает. Значит, если вашему мужу, да, чего-то не хватает, что он начал переписываться с девочкой, и переписывается довольно давно, то с этим нужно разобраться. Нужно разобраться, почему он переписывается, что ему не хватает, что ему нужно. И самое простое, это, собственно говоря, спросить у него, спросить у него, как и что происходит. То есть, ключевой момент именно в этом, ключевой момент именно в этом, в том, чтобы узнать у человека, что ему нужно. Вот. Всего ему не хватает. Ведь не просто же так он начал переписываться. Если начал переписываться, значит, до этого есть какие-то основа, ну, вот. Вы, ну, судя по тому, что пишите, да, вы этих оснований, ну, не знаете. То есть, вы не знаете, почему муж решил вдруг взаимодействовать с другой девочкой и так далее. Вы не знаете, из-за чего он это делает. А это очень важно узнать. Это очень важно узнать. Сам он вам, скорее всего, этого не скажет, потому что саму страну он, вероятно, считает это бесполезным, ненужным и так далее. Вот. Ну, можно будет проанализировать вашу жизненную историю, да, и выявить какие-то самостоятельные точки, которые могут указать на причину природы его неудовлетворенности. Далее, значит, вы пишите, что пару раз видели, что они были сейчас, откуда вы, значит, соответственно, что это значит, что они делали, да, это тоже нужно выяснить. Зачем они встречались, для чего они встречались. Вы пишите, теперь он думает, что его там любят. Хорошо, почему вы считаете, что это не так? Думает уходить. Та ему наплела, что он ее очень нужен, и она его любит и ждет. Почему вы считаете, что наплела? То есть здесь, как бы, элемент принижения и обесценивания ее, это защита. Если мужчина не хватает, например, любви с вами, то это нормально, что он хочет любовь где-то еще. Вот. И если она дает ему то, что мужчина нужен, то вот, собственно говоря, и все. Почему вы считаете, что она ему наплела, почему вы считаете, что она его не любит, это, конечно, отдельный вопрос. Вы пишите, она сказала, что он знала, не смотря на что шла, не смотря на то, что он женат и мы с ним ребенка. Ну, опять же, да, получается так, что женщина, ну, достаточно серьезно настроена, да. То, что у нее есть четкая позиция, у нее есть, судя по всему, четкое такое видение того, что она хочет, того, что ей нужно. И она, соответственно, как бы, к этому идет, к этому стремится. Да, может быть, это, с точки зрения морали, не самый хороший поступок, но, как бы, если у нее получается, то есть, если ваш муж захотел уйти от вас и, грубо говоря, быть с ней, то, значит, она, наверное, в пути. Вот. То есть, вы простите, но она, при чем, вы совершенно зря обвиняете, или как-то негативно воспринимаете ее. Если бы у вашего мужа не было бы неудовлетворенности какую-то, то никакая бы женщина не смогла его завлечь. Согласен? Я надеюсь, что да. Вот. Поэтому, тратить свои силы на то, чтобы как-то вот условно принизить, значит, вот эту вот девушку, с которой он взаимодействует, ну, на мой взгляд, не стоит. На мой взгляд, не стоит. Дальше. Так. Этот все мне пересказал. Я у него спросил, что будем делать. Алена. Алина. 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 Почему вы спрашиваете у человека, что вы будете делать? Ваша позиция, она здесь какая? Почему вы у мужчины своего спрашиваете, что делать? То есть, вы можете сбрасить, а почему ты, ну, к примеру, так поступил. Да, вы можете попросить мужчину, к примеру, допустим, дать вам, ну, время. Если вы, к примеру, в шоке от того, что он сказал, да, то есть, ну, дать время. Собраться с мыслями, заручиться поддержкой, да, ну, поддержкой ваших, например, родных, близких, ну, психолога, может быть. То есть, это все, в принципе, это все нормально, это все, как бы, вполне естественно. Вот. Только, только это никак не вопрос к мужчине, что будем делать. Он уже говорит, что он делает. Понимаете? Он уже делает что-то, он уже, по сути, что-то предпринимает. А вы спрашиваете его, что делать. Вот. Здесь ваша позиция выглядит, опять же, излишне пассивной. То есть, даже если вы в отношениях со своим мужем, в целом, занимали всегда такую более пассивную позицию, а он более активный, то в том, что касается вас, в том, что касается вас, нужно все-таки занимать позицию более активную, потому что, ну, а по-другому никак. Так, как получается? Получается, что вы на мужчину, по сути, просто взвалили всю ответственность за себя. Вот. Это, ну, это ни в коем случае не конструктивная позиция для вас. Вот. Потому что, ну, вы, по сути, по сути, вы просто будете зависеть от, ну, от человека. Вот. И будете находиться в, к примеру, ну, постоянном напряжении из-за этого. И мне кажется, что это совсем не то, что вам нужно сейчас. Особенно с учетом того, что у вас ребенок, да, и что вам, ну, нельзя, наверное, нервничать, переживать и так далее. То есть, понятно, что переживаний и так хватает, но личные переживания, мне кажется, не стоит, опять же, генерироваться. Да. Вот. Поэтому, Сэм, Сэм, вам нужно самой принять решение, что вы будете делать в этой ситуации. Что вы делаете в этой ситуации. Не волну, а вы. Это важно. Дальше. Так, значит, говорит, что его очень туда тянут. Ну, знаете как, тяга это не любовь, конечно, тяга это, скорее, опять же, какая-то неудовлетворённость. Неудовлетворённость в чём-то, неудовлетворённость как-то, вот. Это, по сути, компенсация. Коменсация за то, что вы мужчине не додаете чехол. Поймите правильно, да? Как бы, у меня нет какой-то цели, нет цели, вас обвинять в чём-либо, но хотелось бы, чтобы вы всё-таки правильно понимали то, что происходит. У меня же возникло ощущение и чувство, что вы, ну вот, не совсем правильно понимаете то, что происходит. Не совсем правильно понимаете ту ситуацию, которая происходит. Вот. Дальше. Начали ругаться. Из-за чего? Почему вы начали ругаться Алина? Я его начала выгонять в порыве. Он говорит, подожди, вещи собрать всегда в спине, подожди сделать перерыв. Ну, хорошо. Мужина здесь поступил, в принципе, грамотно. Грамотно. Этого не отнять, молодец. Поступил грамотно. Хорошо. То есть понимает, что он достаточно серьёзный шаг. Вот. Понимает, что действительно всегда, ну, всегда успеется разобраться, всегда успеется разобраться. Это, как бы, дело такое, несложное. Вот. А ошибок, как бы, надо делать очень легко. Вот. Мне, правда, интересно, почему вы его решили выгнать. То есть вот, почему именно выгонять, то вы его начали. То есть, посмотрите, это опять, это не решение проблем, как таковой. Это не решение проблемы. Вы его начали выгонять, но не решать проблему. Вы начали ругаться. Это тоже не выяснение проблемы. Понимаете, какая история? Если вам тяжело, вы можете, как бы, отдалиться, попросить, дать время и так далее. Вот. А тут так. То есть вот об этом я и говорю. Об этом я и пытаюсь вам сказать. Что мужчина, он совершенно не просто так образил своё внимание на другую девочку. Совершенно не просто так. Ему чего-то не хватает. Ему чего-то не хватает. И вы ему чего-то не даёте, не додаете. И это очевидно даже, может, по тому, что вы пишете. Даже по тому, что вы пишете, это очевидно. На следующий день сказал, что ему тяжело, да вот решение о работе. Я сказал, делаем перерыв. Я вот время подыскиваюсь на квартиру. Не очень понятно здесь вообще формулировка. Какой перерыв для подыскивания квартиры? То есть перерыв подразумевает, ну, что-то такое возобновляемое, скорее. У вас же здесь вы говорите, что я подыскиваю квартиру. О каком перерыве в этом смысле идёт речь? Непонятно. Как непонятно и то, что вы вкладываете вообще в понятие перерыв. Вот. Меня очень насторожилось, что вы пишете, что мы ждём ребёнка. Вот это меня очень насторожило. Потому что, возможно, то, чего хотите вы, то, что, ну, то, что нужно вам, да? Отличается от того, что он хочет и что нужно мужчине. Это мне кажется очевидным. Так, значит, с тех пор прошло дня 4. Живём вместе. Он меня отвозит, привозит на работу. На обеде не звонил, хотя раньше всегда я звонил. Ну, вы живёте, а как общаетесь? На УЗИ ходили вместе, ночи набрали ваш, ну, правильный ребёнок, то его. Тут он меня вечером привозил к родителям, спросил, как я нашла квартиру или нет, что надо поехать, посмотреть, что это квартира. Беспокоиться, возможно, о вас. Я сказал, что пока только один вариант нашла, а других вариантов нормальных не было. Это правда или вы профессионально всё время? Привёз меня и начал машине по коленке гладить, по руке, в хорошем настроении. Говорит, звони, как для тобой приехать, поедем домой. А, непонятно. Мы же вашего мужчину не знаем, но совершенно очевидно, что ему очень нравится, что он больше не ответственный. То есть ему тяжело было с вами жить именно в контексте ответственности. Утром сегодня я отвёз на работу, Арнел меня поцеловал, по ноге погладил. Я у него спросил, а ты помнишь там, что я не врачу, да, с тобой приеду, я уже ничего не понимаю, что у него за поведение. Поведение у него свободное, потому что ему не хватало с вами свободы, а так он сейчас чувствует. Свободный, мы к вам относимся, в принципе, хорошо. Это говорит о том, что вы склонны к влиянию. Вы склонны к влиянию Алины, есть такой механизм, ну, есть такое, в психологии есть такое понятие как влияние. Сейчас не буду о нём говорить, вы сами в интернете его прочитайте, оно несложное. Само по себе понятие слияние не сложно, но, к сожалению, за ним, за механизмом слияния, вот, кроются достаточно серьёзные проблемы. Вот, к сожалению. Что мне делать, чтобы что? Я хочу сохранить семью, а он переписывается, как ничем не бывало. Понимаете, Алина, вы хотите сохранить семью для себя, почему вы решили, что мужчина должен тоже хотеть хранить семью. Особенно, если чувств у него к вам нет, и особенно, если вы не даёте ему того, что ему нужно. То есть тут, мне кажется, некая такая, какая-то односторонняя позиция у вас. То есть вы о человеке, о своём муже не думаете вот именно здесь. Вы говорите, вот я хочу сохранить семью, а он как ничем не бывало приписывается. Так вы для чего хотите сохранить семью, для себя или для него? Если вы хотите сохранить семью, это значит, что мужчина должен быть счастлив с вами. Это значит, что вам нужно удовлетворять и реализовывать его желания без ущерба для себя. А если его желания поменялись, к примеру, если они сейчас уже другие, и вы не можете их без ущерба удовлетворить для себя, то вы, получается, в таком случае обязаны будете себе вредить, а вред-то в себе не допустим. Поэтому отношение в этом случае между вами невозможно. Вот. Другой вопрос, а для чего? Для чего вам семья? Из-за ребёнка? Но, как бы, семья чисто ради ребёнка, знаете, это не намного лучше, чем то, что происходит сейчас. И это однозначно хуже, чем если вы вообще будете быть семьями, знаете. То есть, возможно, муж ваш, он, как бы, поэтому и ушёл, что вы думаете о себе. И что реализовываете вы свои желания, не его, а свои. И в этом одна из основных проблем. Что вы к нему не прислушивайтесь, что вы к его желаниям не прислушивайтесь, что вы его потребности не слышите. Вот. А свои желания удовлетворяете за, к примеру, его счёт. Что, конечно же, совершенно неприемлемо. Вот. Ну, я имею в виду здоровых отношений. Вот. Понимаете? Поэтому, когда вы говорите, помогите советам, да. Тут не совет, но не на анализ и выработке рекомендаций по корректировке вашего поведения. Это первое. Разъясняйте его поведение, а зачем. Мы не гадаем, мы не знаем его, мы не знаем вашего мужа, мы не знаем, чем он руководствуется. Вот. Пока я вижу то, что вы излишне ориентируетесь на него. Пока я вижу механизм влияния. Пока я вижу зависимость от него. Вот. Пока я вижу перекладывание ответственности. С себя на него. За себя. За свои какие-то потребности и нужды. Вот. Пока я вижу то, что вы перестали друг друга понимать. Пока я вижу то, что между вами недостаточно много общего. Пока я вижу то, что мужчина от другой женщины получает то, что ему нужно от вас. Нет. Вот и все. Вот и все. И пока я вижу то, что вы почему-то считаете, что мужчина должен и должен просто к вам вернуться. И все. Закрыть глаза на свою неудовлетворенность и просто с вами быть. При том, что вы его желание удовлетворять не хотите. Вот. Присвучиваться к нему вы не хотите. Я могу ошибаться. Я могу ошибаться, потому что, ну, достаточно мало информации вы написали о себе. Ну, я могу ошибаться. Но пока это мне видится так. Вот. И если я могу быть не прав насчет того, что вы мне хотите удовлетворять его желание, да, потому что, ну, тут неизвестно, как ваши отношения развиваются. То я однозначно вижу, вижу механизм слияния и ваша зависимость от него. Вот. И это то, чего быть не должно, в принципе. Потому что, как бы, это убивает отношения. Любые. Любые отношения. Понимаете? Про зависимость, о зависимости можете тоже почитать. Я не думаю, что это ваш случай именно, но определенные признаки созависимости я вижу. Вот здесь. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.